Всем привет! Меня зовут Даша. Я недавно переехала в прекрасный город Львов. Гуляя по городу в поисках достопримечательностей, я обнаружила много интересных мест, которые редко упоминаются в путеводителе. Это небольшие кафешки, улочки, здания, музеи, театры, хостелы, магазинчики одежды и обуви, рыночки. В общем, много-много всего. Приглашаю вас видеть Львов таким, каким вижу его я. Пойдем, отведу тебя в кафешку. Заход на нее с улицы Стичевых Стрельцев. Арочка за майстернюю львовичского шоколада. Пойдем? Да, идем. Вот тут, да, действительно, рядышком совсем. Вот мы и пришли. Добро пожаловать в кафе-банка. Пойдем. Хорошо. Помасыпать ручкой. Ну, фишки заведения, то есть, одна из многочисленных, это, естественно, наши коктейли и подача наших коктейлей. В баночках, да? Не столько в баночках, сколько само шоу, которое происходит при непосредственной подаче того или иного коктейля. То есть, то, зачем как раз-таки к нам контингент молодежи приходит. То есть, в основном, пятница вечер, студенты себе отдыхают, приходят, гуляют и заказывают, допустим, такой экстравагантный коктейль под названием как билет в один конец, который мало того, что громогласный и милозвучный для уха, так помимо этого, да, помимо этого, также еще и довольно красочный. То есть, человек заказывает четыре вида сильного алкоголя, выпивает на понижение градуса и при этом, собственно, исполняет некий перфоманс, который чередуется двечериной увеченно в районе, собственно, головы. Ну, также помимо самих же коктейлей, это непосредственно подача в банках, это непосредственно домашняя обстановка, которая царит в... У вас очень уютно. Единственное, народ спрашивает, если очень голоден, есть ли у вас что-нибудь в трехлитровой банке? В трехлитровой банке есть. Есть абсолютно без проблем, это называется любой каприз за ваши деньги, но, но, так как проблематично вам же есть в трехлитровой банке, то есть максимум, что мы можем предложить, это что-то жидкое в трехлитровой банке. Те же самые коктейли, то есть упор все-таки у нас идет на бар, поэтому те же самые коктейли мы заказали в одну-три литра. То есть по поводу еды и таких предложений не поступало, ну, поступало там по поводу двойных, тройных, чекверных, коктейли. Все в баночках очень интересно, что у вас там в трехлитровой и так и глянем. Пошли глянем. Так и глянем. У нас тоже по поводу этого интересовались. Нет там весы, огромная стеклянная банка. Разочаровывается. Анализы там не собираются? У нас это сделано по последнему слову техники. Да, но мужской не особо сильно интересен, потому что там находятся обычные письма. Больше всего интересен женский, вы же посоветите с любым мужской. Но оборудован он довольно хитрой системой образов. И довольно интересной системой оценивания качества самого продукта, обслуживания и ежесетик. То есть, как вы видите, три катушки и к каждой прикреплено впечатление от данного заведения. Так, а тут часто спрашивают у меня, что делают это с людьми, если вдруг разговаривают на русском языке. Не расстреливают тут ваши барки никого? Нет, просто наливают сверх меры. Это очень сложно, да, действительно. Опасно, опасно. Сложно, не сложно. Всем известно, что языковой барьер преодолевается после этного литра. Все начинают понимать украинский, аргейский, кольский. Абсолютно любой язык любого соседа, который территориально к нам прикреплен. Отлично. То есть, мы как все же, питейная заведения. Участливая, уютная, в общем, самое оно. Да, побольше горохов, гороховый суп, поменьше мяса, побольше гороха, пожалуйста, и будет все в порядке. Без проблем, без проблем. Ну что, идем дальше. Здесь было все классно. Спасибо вам большое. Не за что. Не за что. Да. За уютность, за сосуды. Не за что. Ну что, пока нет администратора, можно посплетить. Чай, нормальный чай? Отличный. С корицей я первый раз пробую. Чай с корицей. Ну что? С лишенькой тут или чай там? С яблочком? Ошибись. Отлично. Регина, надо будет попробовать. Я думаю, нахлебасит. Ладно, давай, допивай быстрее. Нам еще идти в другие места там. Убираемся. Хлопцы, помощите в кадр ручкой, будь ласка. Ну что, посидели, пойдем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.